всем привет мы продолжаем играть в игру твоя очередь умереть также интересно название остановись мы здесь главном главном коридоре нас обратно в кафетерий звали со у нас позвал туда-сюда мы ходим и давайте узнаем что ему нужно от нас ли я правильно помню надеюсь верно сказал мне что сказал не прийти сюда на сара сюда-сюда я здесь что сота ты вау где он сам есть и держал зажигалку в сторону и его голоса вау ничего себе дверь как он интересный нашел подумать что она была только подумать что она была здесь интересно скрытая дверь темно ли так ли здесь свет лишь от этого от этой стойке кто-то что-то хотел показать не в этом месте смотри что на столе ноутбук какой-то что-то лежит на на столе то ноутбук интригует верно я пытался запустить его но у него нет кабеля кабеля или энергия камера питания скорее точнее но кажется что он работа работает от батареи так что когда батарея под батарея умрет все окончено хотел расследовать что на нем есть но верно что на нем это может быть ловушкой ноутбук в таком месте и он подсвечен лампочкой может быть они нас специально ведут к нему что у нас выбора особо нет мне кажется что у него мам насчет этого этот ноутбук заблокирован паролем окей где нам пароль искать тогда что мы не можем посмотреть что на нем хранится я пытался выводить некоторые случайные пароли но все что у меня вышло это понижение батареи у тебя скиньте идеи чё-то имя кстати день рождения но я сомневаюсь организация похитителей неужели чё-то чё-то имя точно нужно подойти мне кажется это принципе хорошая идея но они могут подумать что есть чё-то имя подойдет то они могут быть как-то связаны с этим с тем что здесь происходит с этим похитителями первую очередь и ну я думаю что это должно быть имя потому что день рождения это странно было бы где-то уже чё-то день рождения то же самое могло быть как и имя тот же самый исход давать пробуем имя это возможно и если это если он откроется с помощью чего-то имени хороший шанс что он и будет владельцем ноутбука вот опять же у него подозрения упадут сразу же почему именно его имя дам имя является паролем но самом деле кто вообще ставить свое имя в качестве пароля это довольно довольно не очень умная идея мягко говоря но если это имя того кого мы не знаем тогда мы ни за что не можем узнать его было бы их идеально если мы нашли смогли могли найти по счастью кусок бумаги с паролем тогда точно будет ловушкой на ум если нас была бы подсказка да я верю что мы найдем эту бумажку с паролем где-нибудь а подсказка может быть этого это подсказка от похить похить похитителей что ты имеешь ввиду возможно есть информация которая будет цена нам но бесполезно для них решите загадку и мы по-доброму дадим вам я если вы не можете тогда это для нас ничего не значит типа того типа того и мы не можем посмотреть что там когда батарея умрет так что похоже на временный сундук сокровища сокровищами я не думаю что они будут настолько добрыми окей я останусь здесь и буду работать над над паролем миссара скажи скажи если ты найдешь какие-нибудь улики не стоит слишком надеяться мне нужно сохранять надежду и держать голову выше до тех пор пока батарея не закончится возможно соу тоже сможет держать высоко голову окей может я могу подсветить что-нибудь еще здесь в темноте тяжело увидеть но кажется там полки с книгами нижней полки у них хорошие хорошие обложки на внутренние внутренние все пустые те же говорю что может быть порядок книг значит что-то ведь что же за приходил интересно кей в розовой комнате кто остался посмотрим те те же самые люди тут тишина музыка затухает а ну что нам остается сходить подняться по лестнице видимо если нас тут кто-то не остановит особо у нас вариантов нет ах подожди ли в роли хотели собраться всех и потом вместе пойти туда я могу и вход на второй этаж окей то есть нет нам нужно собрать улики по других местах варьем а смотрите там кан и река стоят река не только имя странное конечно вот внутри с этим спасибо большое чертова кукла как будто у тебя был шанс как будто у тебя есть запасная одежда вы двое может что опять к она посмотрела в меня с очень удивленными глазами это не были доверчивые глаза глаза которые у нее были ранее вау все таки она все таки ложка и ложка не ни к чему хорошему не приводит особенно в таких ситуациях я соврала кания из-за этого же я глубоко ранило сердце камня сестра убийца это все потому что мали сказала это ужасную вещь эй сар ты можешь может и сможешь найти что-нибудь что к она может носить без проблем цель и доверие камня к сожалению вау джо 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 сидит один повесим голову хочет быть один поговорить с ним оставить тишине пошутить пошутить с ним не кажется шутки неуместно поговорить с ним мать пром поговорить снимать я тоже не веришь хорошая идея же можно поговорить немного господи разве не сказал тебе оставить мне одного наверное лишь мешаюсь это место немного успокаивающе каким-то образом интересно почему никогда не пил ранее ранее в своей жизни и сара правда думаю что кейджи полицейский полицейский хороший вопрос не знаю теперь я вообще ни в чем не уверен уже кто есть кто джо ты сомневался в этом все это время смысле я просто хотел услышать твое мнение сара я думаю что кейджи коп кейджи врет я на самом деле не знаю я выбрал не знаю если бы был вариант такой но почему больше склоняюсь как можем быть уверены если не то чтобы он прям проявлял какие-то качества полицейского ли хотя бы что-то он просто типа типа очень спокойно но это может быть его просто характер характер такой хладнокровный не обязательно что он что он полицейский обвинять его конечно что что нам врет после того как мы соврали а давайте давайте пока будем предполагать что он коп ладно окей черт 9 лузер не так ли лишь небольшое различие во мнениях заставило меня беспокоиться я не думаю что здесь есть кто то кто на стороне похитителей из этих из этой всей толпы это странно разве не джонни был первым кто предположил что может быть предатель кто то там на стороне похитить похитителей но чем больше пытаюсь поверить поверить тем больше подозрений у меня появляется послушай сара может ли ты посмотреть на закид же немного я нет извини на представь что я никого не спрашивал потому что он хочет верить и верить он подозревает в одном одно в одном и . одно это точно будет лучше если мы узнаем больше друг от друга о боже ради моего выживания что-то за внезапные такие мысли которые просто перекрывают весь весь экран и сердцебиение просто ускоряется сара внезапная мысль не знаю у нее так такое волнение вызвало ради своего выживания по-моему ради этого и все и все и делаем ничего что то что я такое думаю оставьте мне джон ты серьезно не перетруждайся слишком много сара окей я почему-то думал что он что он расстроен или что-то такое но он в принципе он в нормальном состоянии но все равно шутка наверно мне кажется ему не понравилось бы пытается не думать об этом подозревает всех я конечно не менее его кричу нас осталось красная комната не открывается кей мастера это ключ к выходу я не будете использовать может в той комнате что-то появилось пока мы здесь что она сидит нас на кресле в кресле это кукла а тоже это кукла это кукла к на я подумал кукла какая-то еще кукла здесь сидит пол я не могу видеть части скрытые под одеждой но все кажется ужасающе детали детализированным на кукле написано руки на руке кукла написано используйте как вы как захотите боже как я захочу снять одежду какие сколько канон несовершеннолетние я делаю это лишь для того чтобы потому что только что был нам сказали что него не завидит что под одеждой и я предполагаю что какая-то подсказка там хранится под одеждой лишь поэтому я сделаю это надеюсь там ничего не пристойного не будет даже одежда выглядит точно такой же сняла куклу одежду куклы ладно даже если это кукла я чувствую неловкая просто оставлять и оставляю здесь и я поставил куклу каны на место извини мисс куклы окей и и что это нам дало что не очень просто просто сняли с нее одежду чтобы посмотреть под нее серьезно вау сара окей окей ну по-моему все исследовали теперь что что еще осталось у нас а мы порой искали вроде так что у нас еще осталось уже остался может поговорить немножко а а мы сняли одежду точно я если я забыл зачем мы интерес как конечно удобно что мы нашли именно не куклу с ее именно ее одеждой а а что себе одежда случилось я не помню почему нужная одежда а я вспомнил что с не случилось у нее утечка произошла сорта нашла что-нибудь что-ка она может надеть нашла это в клубой комнате что это раз за ней не та же самая форма страшно почему какого черта у них приготовлены приготовлен такие вещи спасибо тебе большое канона выглядит еще более силой осторожно положить руку на ее спину и или говорить тихо за по моему сейчас трогать и не очень не очень хорошая идея тоже будет скажу что-нибудь канат о боже канат двинусь от меня и к на полегче что такое мне жаль пожалуйста не будь доброй ко мне больше я боюсь надежды она убежала сары что в чем дело о боже сука выборов не давайте хватит хватит всему врать надо быть честным со всеми и опять и опять сердце у тебя бьется не страшно я уверен что река скажет мне что я должна была сказать правду тогда но я сара смотри мне в глаза не стоит там про не стоит там просто и размышляю на всяким дерьмом говори со мной или ты не слышишь или ты просто не слушай что я говорю я понимаю мишима сказал это это моя вина это вина мишимы это вина джо а мы можем обвинить их конечно на самом деле это наша вина потому что мы не остановили как раз таки вот это мишиму когда он начал лгать ей могли сказать бы что что он просто пытался как сказать в общем он пытался ее просто успокоить и первое что им пришло в голову типа соврать и в итоге мы все равно сказали правду и она возможно на него не обиделась бы хотя но она в таком состоянии конечно была не знаю это не чья вина мы хотели как лучше конечно пускай это будет моя вина что мы сразу не сказали правду перестань не говори это дерьмо ты хотела навредить ей конечно нет верно конечно мишима 1 соврал я не знаю было ли это правильно или нет ну знаешь что в глазах хана была надежда ты знаешь как тяжело это показать надежду человеку которое чье сердце было разрушено черт почему почему я называла мишему сумасшедшим профессором река да у меня тоже было были самые приятные мысли о нем первые но к сожалению да мы поздно поняли это было нечестно решать что он ни на что не годен просто потому что он мужчина вау серьезно я конечно всякие вещи не думал но не потому что он мужчина по другим немного причинам теперь я все поняла я вернусь к Ане а я верну Кану Сару теперь важно то что мы делаем верно да окей ну надеюсь надеюсь у нас справится с Каной что нам еще остается розовая комната мы с ним говорили уже а 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 что ж а а я думаю пока что я остановлюсь здесь а а в следующий раз я надеюсь мы сможем наконец продвинуться куда к куда-нибудь пока что мы просто ходили вокруг и Проверяли, как все По большей части Как все себя чувствуют После того, что случилось Видимо Большинство, конечно Немного шокированы Всем этим И Что ж, и всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Оставляйте ваши комментарии Ставьте лайки, если вам понравилось это видео И увидимся с вами в следующий раз В следующем видео Всем пока, увидимся